Здравствуйте, меня зовут Воробьёва Надежда Викторовна, я психолог. И сегодня я с радостью поделюсь советами, как поддержать себя, когда осенний сплин, то есть унылое настроение, хандра, накатили так, что нет никаких сил. Поверьте, такие советы существуют, и вам они помогут. Надежда Михайловна, обычно я избегаю такой возможности давать советы, но сегодня я такое сделала исключение для вас, мне очень приятно с вами встретиться. И я подумала вот о чём, о том, что когда люди приходят в гости, они не приходят с пустыми руками. И я к вам пришла не с пустыми руками, я пришла с баночкой, в которой лежат плоды шиповника, и пусть каждый совет или каждая идея, которую я вам расскажу, которую вы выслушаете, пусть каждый плод символизирует данный совет, и вы в свою ёмкость, в свою маленькую пиалу будете складывать. А в конце мы посмотрим, как много плодов у вас собралось, получится ли у вас горсть этих плодов, насколько радостно, приятно или утвердительно вам будет после этого. Ну, а потом мы решим, что вы будете делать с этими плодами. Универсальных советов, конечно, не существует. Но первое и самое важное, что мне хотелось бы сказать, что с приходом осени, с приходом более хмурой погоды, с пасмурным моментом в жизни, жизнь не заканчивается, жизнь продолжается. Это самый главный момент. И просто нужно это помнить и не накручивать себя. Мудрецы говорят, учитесь принимать то, что невозможно изменить. Меняйте то, что возможно изменить. И имейте мудрость отделить одно от другого. Благодаря принятию снижения внутреннего напряжения и дискомфорта, на который организм и психика тратят очень много сил и энергии, поверьте, эта энергия крайне необходима. Так вот, не стоит тратить эту энергию для того, чтобы накручивать и сокрушаться по поводу того, что изменить никак невозможно. Когда эмоции зашкаливают, самое вредное и самое неприятное – это затолкать отрицательные эмоции вглубь себя. Огромное количество людей буквально убеждены в том, что эмоции человек должен выражать исключительно положительные. Так вот, я вас убеждаю в том, что это далеко не так. Нужно просто найти ту возможность и выказать, выпустить эти отрицательные эмоции. Если вы бережете своих близких, родных, дорогих вам людей, сделайте это наедине сама с собой или сами с собой, да, уважаемые зрители. Ведь самым близким другом, самым родным другом для каждого из нас являемся мы сами. И поверьте, этот самый близкий, самый родной человек, человек, который знает о вас больше, чем вы сами, тут, которые спрятаны внутри, вас примет, поймет и, возможно, даже простит. Можете взять уже даже два плодика. Так вот, это может быть показаться кому-то банальным, смешанным, но ситуация, когда ты принял и понимаешь, что ее изменить невозможно, а потом ты еще и понял, что ты признался в том, что тебе грустно, тоскливо и одиноко, поверьте, становится в разы и в разы легче. Еще я предлагаю технику, которая называется «ЗАТО». Да, смысл этой методики заключается в том, чтобы произвести внутренний противовес тревоге или навязчивой мысли. Ну, например, найти что-то хорошее в самой-самой сложной ситуации. Пусть оно будет очень-очень маленькое, но непременно хорошее. Не оценивайте трудные времена с позиции, что это ужасно. Любые времена заканчиваются, любые истории заканчиваются, да? Мы это понимаем. Но нужно находить для них радость. Так вот, эта методика, эта техника, которая называется «ЗАТО», в этом очень помогает. Ну, предположим, да, у меня в шкафу накопилось 5 килограмм гречки. Зато я теперь могу экспериментировать новые кулинарные шедевры. У меня образовалось много свободного времени, потому что я меньше общаюсь с людьми, они приболели, да и мне почему-то не хочется. Зато я могу навести порядок в семейном альбоме. Для людей с более гибким мышлением я бы предложила эту технику добавить юморными, да, интересными, может быть, необычными какими-то ситуациями с ЗАТО. Привлечь в это родственников, да, вот мы, предположим, никогда не валялись в умыльных пузырях и даже не предполагаем, а как это можно сделать, там, стопами, ног, руками и так далее. Пошалить, может быть. Следующее, о чём мне хотелось бы сказать, это очень важный момент. Вот у вас плодов всё прибавляется и прибавляется. Этот совет, наверное, коротко можно назвать было так. Оберегайте себя от негативной информации. Перестать читать новости, ну, это будет неправдой. Вы всё равно будете читать. Но всегда, читая информацию, думайте, зачем именно вы читаете эту информацию. В чём функция ту информацию, которую вы берёте? Что она вам даёт? И изменит ли эта полученная информация, конкретно вашу жизнь, к лучшему? Вот это ключевое, это главный вопрос, благодаря которому вы будете отсеивать ту или иную информацию. Если же ваша задача быть всегда в курсе событий и самой актуальной информации, то можно придумать для себя жить по режиму. Ну, предположим, каждый вечер в 9 часов я отслеживаю информацию. Исключительно из проверенных источников, чтобы это не было много нагнетающей, сопротивляющейся друг с другом информации, противоречивой информации. Исключительно те источники, которым вы доверяете, и вам не придётся их перепроверять. Если же к вам поступило очень много негативной для вас информации, неприятной, самое главное, не делиться ею ни с кем. Вы её выслушали, ответили себе на вопрос, что мне делать с этой информацией, зачем она ко мне пришла, поняли ровным счётом ничего и забыли до следующего утра. Если эта информация действительно вам необходима, по работе, по ещё каким-то моментам, поверьте, она к вам придёт. Если же она вам не нужна, она уснула, и просыпаться ей совсем не обязательно. Добавляйте плоды. Следующий совет, о котором мне хотелось бы сказать, он известен, огромное количество людей его применяют, и вы, конечно, его знаете. Занимайтесь любыми практиками, которые помогают снизить напряжение. Это психологическая помощь, прогулки на свежем воздухе, и физическая активность, дыхательные практики, медитация. То есть всё, что связано с повторяющимися действиями, для того, чтобы через ритм, через дыхание восстановить самого себя, свои ресурсы. Следующий совет, приятный, который соблюдают огромное количество людей, сейчас всем станет зрителям приятно, от того, что они много знают и много уже умеют, да? Высыпайтесь. Получайте приятные и полезные моменты от приёма полезной, вкусной еды. Наполняйте себя достаточным количеством воды. Следующий совет, занимайтесь полезными делами. Очень часто бывает, что ритм жизни наш настолько насыщенный, что мы очень многое не успеваем. Так вот, можно сделать паузу, как раз в те моменты, когда мыслей очень много, не знаем, как от них отстраниться, нужно взять и сфокусироваться на выполнении какого-то задания, которое накопилось, или дела, или поручения. Ну, например, давно собирались навести генеральную уборку на кухню, пожалуйста, да? Давно хотели испробовать какие-то новые рецепты, пожалуйста, да? Возможно, это какие-то перемещения в квартире, ремонтные работы и так далее. То есть должно появиться дело, которым вы не занимались. Задача сосредоточить, переключить своё внимание на дело, которое принесёт свой результат. Не просто дело ради дела, а принципиально важно, чтобы был результат. Если же есть дети, то вообще приятная возможность уделить им внимание, попробовать что-то новое. Ещё один момент, говоря об осени, хотелось бы отметить следующую вещь. Или подметить, наверное, правильнее сказать, что огромное количество людей ходят в осенний период в достаточно серой, мрачной, угрюмой одежде. Так вот, как поднять можно себе настроение, да? Можно расцветить её, добавить какой-то элемент, цвет в одежду. Следующий совет. Занимайтесь тем, что вас увлекает. Это может быть работа, это может быть хобби, просмотр фильмов, музыка. Книга написана с отличным чувством юмора. Всё, что угодно. И здесь важно, так же, как и в предыдущем совете, дело должно быть настолько интересно, чтобы сфокусировать своё внимание. Это очень важно. Следующий совет, он очень важен для тех, кто пытается в период тоски, уныния, каких-то неприятных жизненных обстоятельств спрятаться. Спрятать свою голову в песок и закрыться от реального мира. Так вот, категорично этого делать не нужно. Крайне необходимо общаться. Кроме личных встреч, есть масса других возможностей сейчас общаться. Да, я не буду перечислять все эти возможности, но общение важно не прекращать. Другое дело, с кем мы общаемся. Крайне необходимо держаться сильного окружения. Тех людей, которые вас принимают, которые вас понимают безусловно. Перед которыми не будет стыдно, не будет неловко показаться неуспешными, показаться некрасивыми, показаться слабыми. Если же таковых людей нет, их можно найти в книгах, их можно найти в передачах, которые касаются интервью и так далее. Поверьте, такие люди найдутся. Нужно просто этого захотеть. Не нужно бояться, что у кого-то нет реально такого окружения. Такие люди все равно найдутся. Но очень важно, чтобы это были люди сильные. Кроме того, что окружайте себя людьми, которые являются для вас сильными, для вас значимыми, поддерживающими. Самое главное – и самим помогать людям. Для чего это необходимо? Когда мы показываем и оказываем помощь другим людям, в нас реально появляется гораздо больше сил и уверенности. Не только в своей необходимости, но и в своих ресурсах «я могу». Это не важно, в чем заключается эта помощь. Это может быть суп предложенный соседу какому-нибудь. Это может быть помощь ребенку. Это может быть впервые связанные носочки, подаренные бабушке. Вопрос не о величине, не о масштабности. Вопрос не о дороговизне, а вопрос о том, чтобы это сделать от души, целенаправленно и очень этого захотеть. Следующий принципиальный важный момент – оказывая помощь, никому о ней не сообщать. Просто взять и сделать. А вечером или на следующее утро проверить, а каковы были мои ощущения. Что я почувствовала? Почувствовала прилив энергии, почувствовала я силу или я опустошился. Если вы почувствовали прилив энергии, вы прям сами поймете, что вам захочется еще этого делать. Уже другим людям. А вот потом как-то вы сами незаметно уже поделитесь с другими людьми. И обмен вот этим добрым делом, этой помощью является очень мощным ресурсом для наполнения себя энергией, кроме физической активности и тех дел, о которых я сказала. И в качестве небольшого примера мне хотелось бы совсем коротко напомнить историю о великом художнике Борисе Кустодиеве. Его знаменитая картина «Купчиха», наверное, многие знают, выражает собой очень аппетитную даму, которая аппетитно, смачно пьет чай с бубликами, при этом ест арбуз. И, казалось бы, в чем подвиг этой картины, почему я вообще о ней заговорила. Так вот, идея заключается в том, что Борис Кустодиев, когда писал эту картину, и вообще огромное количество своих работ о русских красавицах, о ярмарках, о сочности и красках, о сочных и ярких красках, которыми наполнены все эти картины, он писал их по своему воображению. Вообще он закончил свою жизнь в 49 лет, прожил совсем недолго, по причине того, что у него был очень болен позвоночник. Потом отказали одна рука, вторая ноги, то есть он был неподвижен. Но он очень хотел для других людей создать этот мир ярким, красивым, потому что он его когда-то видел, он его помнил. И он хотел сказать, написав эту картину в 18-м году, когда был голод, разруха, когда он сам был голоден, и писал эту купчиху с сочными этими явствами, он очень хотел, чтобы люди, которые это видели, знали, что плохое непременно закончится, оно забудется, они будут видеть это радостно и знать, что оно есть. Сильная история о нем, я ее рассказала, конечно, буквально в двух словах, но я думаю, это может послужить неким толчком и примером. Следующий совет, мне кажется, он очень значимым, важным. Не переживайте, если что-то идет не так. Огромное количество коучей, спикеров говорят о том, что мы должны планировать свою жизнь, что мы должны ее выстраивать, мы должны быть осознанными. Конечно, это все замечательно, но огромное количество людей впадают в иныние или в тоску от того, что их планы не так быстро или не так качественно продвигаются. Так вот, от этого переживать не стоит. Просто думайте о хорошем. То подумайте о плохом. Вспомните те истории, те события в вашей жизни, которые были со знаком минус. И как вы из них вышли? Какой ресурс вас наполнял? Какие люди вас поддерживали? Как достойно вы из этого вышли? Если есть желание, можете это вспомнить с близкими для вас людьми. Если такого желания нет, найдите себе какие-то якоречки, то есть те предметы, которые вам напоминают об этом событии, и вспомните, как вы победили эту ситуацию. И следующий совет, он, пожалуй, самый главный совет. Я поэтому его оставила на концовку. Помните, все, что происходит сейчас, для вас самое неприятное или менее неприятное, но тем не менее со знаком минус, все это временные трудности. Все пройдет. И это пройдет. Было две надписи на кольце царя Соломона. Помните это. Это реально так. Все пройдет. Нашей психике всегда гораздо проще справиться с теми ситуациями, когда мы понимаем, что все заканчивается, все имеет свои временные рамки. И ангина, и ОРВИ, и даже ушибленный палец, они будут не всегда в таком состоянии. Возможно, сейчас кажется вам, что из-за обилия плохих новостей, которым нет конца и края, не справиться с этим. Но поверьте, и любая ситуация, даже та, которую накручивает, она закончится. Каждый процесс в конечном счете, он конечен. Вот получилось масло масляное, но тем не менее. А значит, предвкушайте что-то хорошее. Составьте план, или просто придумайте, что вы сделаете, когда сплин осенний закончится, хандра, уныние спадут. Чем вы займетесь? Может быть, это будет вылазка, может быть, это караоке, бар, шумное, громкое пение. А может быть, наоборот, это будет уединение. Стремитесь в это хорошее. Мечтайте. Но мечтайте себе все самое лучшее. Это лучшее обязательно у вас произойдет. Надежда Михайловна, вижу, что ваша емкость не пуста, что она пополнилась плодами шиповника, свежими плодами шиповника. И я верю, что когда вы высыпите себе горсть этих плодов, а вечером заварите свежий чай, приятный, ароматный, который наполнит вас энергией, который наполнит вас витаминами, он вам точно расскажет этот чай, расскажет и напомнит о тех советах, которые я сегодня давала, о тех советах, которые вы сможете применить. Если не хотите заваривать чай, вы можете перебрать каждый плод и вспомнить, о чем я там говорила, прорефлексировать. А вам, уважаемые зрители, я желаю быть здоровыми. Здоровыми физически, здоровыми эмоционально, здоровыми интеллектуально. Берегите себя, берегите своих близких.